В плен я попала 26 февраля, когда поехала в группу Патриот. Наша группа вообще занимается обменом военнопленных, но по пути, как говорится, мы решаем глобальные вопросы, которые можно решить на буферной зоне либо уже непосредственно на территории ЛНР. Ну и четыреста на месте находилась в плену Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики. Это в Луганске, да, находится? Это в Луганске, да, на улице Градусов 1 находится такое здание, как МГБ ЛНР. Ну и непосредственно 10 июля я была освобождена при обмене в городе Счастье. То есть находилась прямо ровно 4,5 месяца. Какие там условия, как вообще к людям относятся? Ну как, какие условия? Как вам относились? Ко мне относились более-менее нормально, я уже второй раз попадаю просто в плен, поэтому в принципе Луганск меня знает, они меня воспринимают, конечно, как обменщика, как переговорщика. Ну, неприятным было то, что, допустим, снимали были видео-допросы относительно меня, потом в итоге в интернете я посмотрела, что все было поменяно местами, ну, называли меня, конечно, агентом СБУ. Они на меня общались больше, чем с Мухой, с Сергеем. Ну, в принципе, они работают вместе, у них есть определенные цели, те же для, чем... И так далее и тому подобное, то есть, ну, это старая методика КГБ. К другим людям, то есть, которых я видела, которых задерживают, ну, относятся очень жестко. Война есть война. А кто в основном в плену находится? В СССР, добровольцы, это понятное все дело. Ну, и огромное количество волонтеров, огромное количество гражданских людей, которым они приписывают такие статьи, как корректировка и так далее, передача разведданных, журналисты. Вот, кстати, та же Това Фоломеева, которая сейчас ей приписывают статьи корректировка и так далее, взрывы. Мария грозит от 8 до 15 лет заключения. Я не могу находиться в этих условиях, я ничего не... я не заслужила находиться сейчас в тюрьме. Това Фоломеева сейчас находится в сезон номер 16 города Луганска, вот, и скоро будет обменено в порядке один на один. То есть вы ведете переговоры? Конечно, нет, переговоры у нас, в принципе, мы уже договорились о том, что группа Патриот, непосредственно Олег Котенко договаривался по поводу передачи Офоломеева, и скоро она будет освободиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!